добрый день уважаемые ребята сегодня мы с вами продолжаем нашу тему элементы пятой группы главной подгруппы элементы фосфор и элементы подгруппы мы щекам шьяк сурма висмут тема наши сегодняшний лекции соединение с кислородом так оксиды фосфора и элементов подгруппы на щекам известны для всех элементов степени окисления как плюс 3 так в степень окисления плюс 5 значит оксиды в степени окисления плюс 3 для фосфора и в степени окисления плюс 5 для фосфора мышьяка и сурьмы проявляют кислотные свойства оксиды в степени окисления 3 для сурьмы и мышьяка проявляют фатерные свойства оксид висмута висмут 2 аутерея проявляет основные свойства оксид висмута высшей степени окисления крайне нестабильное вещество разлагается при температуре около 100 градусов но обладает тоже частично кислотными свойствами оксиды фосфора фосфористый ангидрид представляет собой белые кристаллы которые при температуре 24 градуса цельсия переходят в подвижную жидкость на воздухе оксид фосфора быстро окисляется он растворим в диетиловом эфире бензоле сероуглероде ядовит оксид фосфора имеет степени окисления плюс 3 как я уже сказала кислотные свойства но вообще окисление белого фосфора фосфора кислородом протекает по механизму цепных реакций написание форму оксида фосфора формула оксида фосфора связано со строением этих оксидов которые следуют из тетраэдрической молекулы белого фосфора по 4 с непрочными связями фосфор фосфор поэтому при недостатке кислорода фосфор образует оксид фосфора в степени окисления 3 и общая формула по 4 о6 при избытке кислорода это по 4 о 10 оксид фосфора в степени окисления 3 медленно взаимодействует с холодной водой образуя фосфористую кислоту h3 по 3 фосфорный ангидрид p2o5 или по 4 о 10 белая рыхлая масса под атмосферным давлением возгоняется при температуре 347 градусов цельсия является сильно полимеризованным веществом и его молекулярная масса уже отвечает формуле по 4 о 10 внизу приведена приведено схематическое строение молекул от по 4 о 6 как происходит медленное окисление в по 4 о 10 и здесь видно что фосфор имеет четыре атома фосфора в молекуле по 4 о 6 имеет по одной паре не спаренных электронов и происходит образование двойной связи с кислородом медленно молекула переходит по 4 о 7 по 4 8 по 4 о 9 и в по 4 о 10 4 двойные связи фосфор кислород все оставшиеся связи фосфор кислород фосфор значит ангидрид фосфорный ангидрид поглощает воду взаимодействует с водой с образованием уже кислоты ортофосфорной кислоты сначала образуется метафосфорная кислота потом она переходит в остров вортофосфорную кислоту оксид фосфора p2 о 5 да также известны еще оксиды смешанные вот здесь написано по 4 о 7 3 молекулы p2 о 3 на одну молекулу p2 о 5 значит p2 p4 о 8 это соотношение оксида фосфора 3 и 5 1 к 1 и p4 о 9 соотношение оксидов фосфора 3 и 5 1 к 3 оксокислоты значит для фосфора известны оксокислоты в степени окисления плюс 1 плюс 3 плюс 4 плюс 5 причем во всех оксокислотах нужно отметить что атом водорода в связи по аж способен к диссоциации а вот атом водорода в связи ph не диссоциирует значит фосфористы фосфорного кислота соответствующей соли гипофосфиты h3po4 здесь есть одна группа о аж две группы аж фосфористая кислота h3po3 степень окисления плюс 3 соли фосфиты фосфорноватая или гипофосфорная кислота плюс 4 фосфонаты но здесь в отличие от первых двух кислот есть уже связь фосфор фосфор ортофосфорная кислота степень окисления плюс 5 соли фосфаты и в пирофосфорных кислотах тетрамета фосфорной и полимета фосфорной кислоте наблюдается уже связь фосфор кислород-фосфор в отличие от фосфор новатистой кислоты где здесь связь непосредственно фосфора и фосфора значит кислородные соединения кисло фосфора в ряду фосфор новатистая фосфористая и фосфорная происходит увеличение кратности связи происходит увеличение числа у аж групп и происходит уменьшение сил кислоты фосфор новатая и пирофосфорная значит в этом ряду происходит увеличение силы кислоты и фосфор новатая пирофосфорная содержится четыре группы о аж которые способны диссоциации поэтому здесь приведены четыре ступени или четыре константа диссоциации но имеется различие в связи фосфор новатая связь фосфор фосфой пирофосфорная связь идет через кислород значит фосфор новатистая кислота h2 h3 p2 в свободном бесцветные кристаллы хорошо растворимой в воде кислота сильная можно получить или получают кислоту в свободном состоянии вытеснением из солей гипофосфитов паре из последующей реакции то есть баре h2 по 2 дважды плюс со 4 можно получить фосфор новатистую кислоту h3 по 2 и баре с 4 значит кислота фосфор новатиста и ее соли гипофосфиты являются сильнейшими восстановителями и в растворе подвергаются диспропорционированию фосфористая кислота h3 по 3 бесцветные легкоплавки хорошо растворимые в воде кристаллы по строению ее молекула представляет собой искаженный тетраэдр в центре которого находится атом фосфора в sp3 гибридизации атом водорода непосредственно связанный с фосфором не способен к замещению поэтому такая кислота является двухосновной кислотой то есть если мы посмотрим на структурную формулу является двухосновной кислотой кислота средней силы соли фосфиты фосфиты получается при непосредственном взаимодействии фосфиты и гидрофосфиты получается при непосредственном взаимодействии оксида p2o3 со щелочами при взаимодействии оксида фосфора с водой оксида фосфора p2o3 с водой получается фосфористая кислота в растворе она подвергается диспропорционированию на ортофосфорную кислоту и на фосфин ph3 соли и сама кислота является восстановителями кислота окисляется галогенами но получить также фосфористую кислоту можно еще и при растворении как при растворении джетоксида в воде так и можно получить гидролизом галогенида фосфора фосфорноватистая кислота степень окисления фосфором плюс 4 имеется значит связь фосфор фосфор в отличие от полифосфорных кислот эта кислота средней силы все ее четыре атома водорода могут быть замещены на металл при нагревании и водных растворов кислота присоединяет воду и диспропорционирует все соли плохо растворимыми являются ну и вот при взаимодействии с водой образуется h3 по 4 и h3 по 3 соединение фосфора со степенью окисления плюс 5 наиболее устойчивым не проявляет окислительных свойств отсутствие окислительных свойств в растворах фосфорных кислот в отличие от кислот азота может быть связано с меньшей электроотрицательностью фосфора кроме того имеется более полная экранизация атома фосфора во всех его кислородных соединениях в том числе и в оксидах азот в оксидах который в обычных условиях не является полимерами более астерически доступен для восстановления при растворении в воде по 4 о 10 кроме ортофосфорной кислоты образуется еще смесь различных конденсированных фосфорных кислот или полифосфорных кислот значит в промышленности фосфорную кислоту получает термическим и экстракционными способами основная стадия термического способа это сжигание элементарного фосфора в избытке воздуха с последующей гидротацией полученного pm4 о 10 конденсация фосфорной кислоты с гидротацией оксида протекает через стадии образования различных полифосфорных кислот поэтому наиболее экономичны это экстракционный способ получения ортофосфорной кислоты связан или основан на разложении природных фосфатов кислотами в основном серной кислотой для этого природные фосфаты обработать обрабатывают серной кислотой с последующей уже фильтрации полученного последующей фильтрации для отделения h3po4 из-за осадка и сульфата кальция при низком содержании фосфорной кислоты в растворе этот раствор упаривают значит h3po4 выпускает 85 или 86 процентная по p2o5 это термическая h3po4 и экстракционная в виде 40 процентных водных растворов ну экстракционная содержит примеси фосфорную кислоту в лабораторных условиях легко получить окислением фосфора 32 процентов ным раствором азотной кислоты ортофосфорная кислота представляет собой бесцветные легко плавки расплывающиеся на воздухе кристаллы смешивающиеся с водой в любых соотношениях фосфорная кислота дает три ряда солей например это кальций 3po4 дважды фосфат кальция кальций hpo4 гидрофосфат кальция и кальций h2po4 дважды гидрофосфат кальция фосфорная кислота водных растворах диссоциирует по трем ступеням из величин констант диссоциации можно сказать что диссоциация h3po4 по первой ступени является главным источником протонов в растворе а вторая и третья ступень диссоциации идут в меньшей степени так как образуется в результате первой реакции образующиеся в результате первой реакции протоны водорода сдвигают равновесие второй и третьей ступени влево фосфаты и гидрофосфаты подвергаются гидролизу растворы средних фасадов щелочных металлов имеют щелочную среду гидрофосфаты щелочных металлов также легко подвергаются гидролизу но ph таких растворов приблизительно равен 9 так как указанный процесс гидролиза иона hpo4 2 с минусом преобладает над процессом его диссоциации на протон водорода и по 4 3 с минусом но водные растворы же дигидрофосфатов щелочных металлов имеют уже слабо кислую среду ph где-то 4 5 так как процесс диссоциации проявляется сильнее чем процесс гидролиза в воде растворимы все фосфаты щелочных металлов и дигидрофосфаты щелчноземельных металлов нерастворимые в воде средние и кислые фосфаты металлов хорошо растворяются в минеральных кислотах большинство из них растворяется в уксусной кислоте за исключением феррум по-4 висмут по-4 и плюмбом 3 по-4 дважды качественной реакцией на ортофосфат и он является реакция получения ярко-желтого осадка фосфата серебра в нейтральном растворе то есть получается аргентом 3 по-4 выпадает в осадок осадок аргентом 3 по-4 можно растворить в концентрированной аши внутри с образованием ортофосфорной кислоты и нитрата серебра к первому классу полифосфорный кислот и соли полифосфаты относятся кислоты с открытыми цепочечными анионами 2 и 10 атомов фосфора это h4p2 у 7 h5p2 у 10 а 6p4 у 13 со связями фосфор кислород фосфор но это пирофосфорная или дифосфорная кислота она является представителем этого ряда это сильная по двум первым ступеням диссоциации 4 основная кислота может быть получена в качестве одного из продуктов растворения p4o10 в воде или конденсацией молекул ортофосфорной кислоты вот здесь приведена схематически схема то есть конденсации при температуре 250 градусов цельсия торта фосфорной кислоты можно соединить воду с образованием пирофосфорной кислоты при дальнейшей дегидратации при температуре 400 градусов цельсия пирофосфорная кислота переходит в метафосфорную кислоту hpo3 пирофосфаты можно получить нагреванием гидрофосфатов растворы пирофосфатов не коагулирует или не свертывается но при этом также качественной реакцией является образованием солей полифосфатов ну например образование полифосфата серебра который выпадает в осадок ко второму классу пирофосфорных кислот относят метафосфорные кислоты количество hp о 3 н 1 где n может быть равно 3 4 6 и анион p3 о 93 с минусом p4 о 12 4 с минусом p6 о 18 6 минусом имеет циклическое строение то есть можно вот увидеть циклическое состояние 3 мета фосфат аниона фосфаты с бесконечными бесконечно открытой цепью является уже мета поле фосфатами по 3 до бесконечности тоже вот здесь приведена структурная формула фосфатов с открытой цепью метафосфаты хорошо растворимы в воде с ионами серебра дают белый осадок аргентум p3 циклические метафосфаты гидролизуются с образованием поле фосфатов конечным продуктом гидролиза является монофосфат и он p4 3 с минусом переход поле фосфорных кислот в ортофосфорную кислоту ускоряется кипячением раствора а также ускоряется в присутствии сильных кислот для мышьяка сурьмы и висмута известны оксиды я уже говорила в степени окисления 2 и в степени окисления 5 высшие оксиды имеет кислотный характер характер оксидов элемент 2 у 3 амфотерный при движении по группе в низкислотные свойства ослабевает основные усиливаются и висмут 2 у 3 он уже с преобладанием основных свойств все оксиды кроме оксидов мышьяка сурьмы и висмута имеют все оксиды мышьяка сурьмы и висмута имеет полимерное строение значит как можно получить оксиды получается при непосредственном взаимодействии элементов с кислородом можно получить разложением солей ну например разложением нитрата висмута получается весьма 2 у 3 и 5 валентные оксиды можно получить из кислот ну например h3 арсеникуму 4 при разложении получается арсеникум 2 у 5 либо арсеникум стебиум по 4 тоже получается выше оксид свинца стебиум 2 у 5 оксид мышьяка в степени окисления плюс 3 твердое вещество белого цвета мышьяковистый ангидрид легко возгоняется газообразным и твердым виде состоит из молекул арсеникум 4 о 6 кубической модификации по аналогии с оксидом фосфора по 4 о 6 этот оксид слабо растворяется в воде гораздо лучше растворяется в щелочах и галоген водородных кислотах с кислород содержащими оксидами оксид мышьяка в степени окисления 3 не реагирует поэтому этот оксид относится преимущественно с и кислоты преимущественно кислотным оксидом оксид мышьяка степени окисления 3 легко образуется значит при сгорании мышьяка или его сульфида в кислороде воздуха оксид мышьяка оксид сурьмы и в степени окисления плюс 3 это твердое вещество белого цвета низкотемпературная модификация состоит из молекул стебиум 4 также о 6 а высоком высокотемпературная модификация уже состоит из мононера стебиум 2 о 3 стебиум 2 о 3 в воде практически не растворим но взаимодействует соляной кислотой и со щелочами с образованием гидрокса стебитов то есть проявляет ярко выраженные амфотерные свойства в галогеноводородных кислотах оксид сурьмы также как и оксид мышьяка растворяется с образованием галогенидных комплексов оксид висмута бледно-желтые бедно-желтое кристаллическое вещество существует в четырех модификациях при комнатной температуре устойчивая альфа модификация оксида висмута оксид висмута не растворяется в воде но проявляет основные свойства и поэтому растворяется в сильных кислотах расплавленный оксид висмута висмут 2 о 3 может взаимодействовать с основными оксидами с образованием неустойчивых оксовисмутатов в очень концентрированных растворов щелочей висмут 2 о 3 легко растворяется с образованием гидроксокомплексов оксид мышьяка в степени окисления 5 арсеникум 2 о 5 очень гигроскопичное белое вещество похоже на оксид фосфора в степени окисления 5 получают из кислоты h3 арсеникум о 4 осторожным нагреванием при температуре около 300 градусов цельсия это кислотный оксид и при растворении в воде образует ортомашьяковистую кислоту оксид сурьмы стебиум 2 о 5 бледно-желтый малорастворимый порошок получается при обезвоживании сурьмяной кислоты проявляет кислотные свойства его водный раствор имеет кислотную реакцию при нагревании выше температуры 350 градусов цельсия оксид сурьмы разлагается с образованием смешанного оксида сурьмы стебиум 2 о 4 то есть стебиум 2 о 4 смешанный оксид стебиум 2 о 3 на стебиум 2 о 5 соотношении 1 к 1 значит все оксиды кроме арсеникум 2 о 5 плохо растворимы в воде все оксиды кроме висму 2 о ты хорошо растворимы в щелочах все оксиды кроме арсеникум 2 о 5 растворимы в кислотах с образованием либо солей либо оксид висмута стебиум 2 о 5 образует комплекс а стебиум хлор о 6 арсеникум 2 о 5 стебиум 2 о 5 и висмут 2 о 5 то есть оксиды в высших степенях окислениях являются сильными окислителями причем более выражены это свой эти свойства у оксида висмута затем идет сурьма приблизительно по свойствам аналогично мышьяку ну и и затем если проследить по подгруппе это оксид фосфора по 2 о 5 соответствующие кислоты или гидроксиды значит аж 3 арсеникум о 3 или гидроксид мышья к арсеникум у аж трижды существует лишь водных растворов ведет себя как слабая кислота эта кислота называется мышьяковистая кислота мышьяковистая кислота проявляет амфатырные свойства причем кислотные свойства более выражены при взаимодействии с растворами щелочей образуют соли орта арсениты растворимый только арсениты щелочных металлов метаформа мышьяковистой кислоты аж арсеникума 2 не выделено но известны ее производные мета арсениты это полимерные вещества состоящий из цепочек пирамид арсеникум о 3 связанных через общие атомы кислорода мета арсениты щелочных и щелочноземельных металлов легко получается при дегидротации гидроксокомплексов при нагревании соответствующих солей взаимодействие мышьяковистой кислоты с концентрированными галоген водородами водородными кислотами можно получить галоген ангидридные комплексы эта реакция протекает через несколько стадий и в последующем приводит к образованию галоген ангидриды но например арсеникум хлор 3 значит кислота мышьяковиста и арсениты проявляют восстановительные свойства и окисляются до соединения мышьяка степени окисления плюс 5 гидроксид мышьяка стебиум у аж трижды образуется в виде белого осадка неопределенного состава и можно записать стебиум 2 о 3 на x молекул воды при действии растворов щелочей на соли сурьмы в степени окисления плюс 3 он проявляет амфотерные свойства легко растворяется в кислотах и щелочах также как и оксид сурьмы в степени окисления 3 соли сурьмы в степени окисления плюс 3 водных растворах неустойчивы сильно гидролизуют с образованием смеси основных солей содержащих окса и гидрокса группы например стебиум 2 у 4 на у аж дважды и внутри трижды не стихиометрический состав соединений примерно соответствует соотношению один к одному как и в оксиде при степени окисления плюс 3 плюс 5 оксид сурьмы стебиум 2 о 4 гидроксид висмута висмуту аж трижды имеет переменный состав ему обычно приписывают формулу висмуту аж трижды это белая мало растворимое в воде вещество при нагревании отщепляет воду превращаясь в оксид гидроксид висмута получает смешением растворов нитрата висмута с растворами щелочей но при обратном порядке сливания растворов в осадок выпадает мало растворимая основная соль висмут о и но 3 гидроксид висмута является слабым основанием с очень слабыми признаками амфотерных свойств соли висмута 3 с плюсом в растворах неустойчивы только устойчивы присутствии соответствующих кислот при значении ph от 2 к 4 они гидролизуются гидролиз преобладает над процессом ассоциации с образованием процесс идет с образованием основных солей содержащих многоядерные катионы которые можно выделить в твердом виде ну например нитрат висмута висмут 6 о 4 на у аж четырежды такой катион в присутствии галогенид ионов соли висмута 3 с плюсом также гидролизуются с образованием мало растворимых осадков окса галогенидов висмута висмут по хлор гидроксид висмута в отличие от гидроксида сурмы проявлять слабые окислительные свойства и восстанавливает соединения например олова аналитической химии эта реакция используется для обнаружения ионов висмута орта мышьяковая кислота да значит h3 арсеникум о4 это кислота висмута h3 это основание остальные являются амфотерны орта мышьяковая кислота это кристаллические было кристаллическое вещество белого цвета очень гигроскопично хорошо растворяется в воде получается при взаимодействии мышьяка или оксида мышьяка в степени окисления 3 сконцентрированной а азотной кислотой по строению кислотным свойствам напоминает ортофосфорную кислоту орта мышьяковистая кислота образует три ряда также солей водных растворах средние и кислые соли мышьяковистой кислоты похожи на фосфаты отличить арсенаты от фосфатов можно реакция с нитратом серебра то есть аргентум 3 арсеникума 4 имеет такой шоколадно-бурый цвет аргентум 3 по 4 имеет желтый цвет по мере повышения температуры арсеникум 3 h3 арсеникум 4 превращается сначала в димешниковую кислоту затем полимеризуется в кислоту с образованием в конце концов оксида мышьяка в степени окисления 5 в отличие от ортофосфорной кислоты орто мышьяковистая орто мышьяковая кислота проявляет слабые окислительные свойства и в среде эта реакция протекает справа на лево сурмианная кислота стебиум 2 у 5 на x молекул h2o или h3 стебиум о4 плохо растворимый в воде белый порошок который получает при окислении металлической сурми концентрированной азотной кислотой или можно получить при гидролизе стали ну допустим стебиум хлор 5 при нагревании тоже можно получить кислоту при нагревании выше 400 градусов кислота переходит в оксид суримы степени окисления плюс 5 стебиум 2 опять при растворении сурмианной кислоты в концентрированных растворах щелочи получаются стебаты которые в растворах существует в виде гидрокса комплексов таких как стебиум о 6 раз только h3 арсеникум о4 можно получить из ангидрида но оставшиеся получаются гидроксиды кислоты получается косвенным путем ну и естественно оксид висмута висмут 2 опять мы говорили что он не устойчивое чрезвычайно неустойчивое вещество и поэтому соответствующего гидроксида висмут о h5 раз не существует сравнение кислородных кислот ортофосфорная кислота орто мышьяковистая кислота и ортосурмианная кислота в этом ряду происходит увеличение радиуса пниктогена то есть от фосфора к сурми происходит ослабление сигма связей уменьшение происходит силы кислоты усиление окислительной способности соединение серой сульфиды значит характерные для мышьяка солим и висмута существует сульфиды в степени окисления плюс 2 плюс 3 плюс 5 для сурим и плюс 3 для мышьяка для солим и значит это сущее до в степени окисление 3 и 5 и для висмута в низших степенях более характерны это сульфиды в степени окисления плюс 2 и плюс 3 арсеникум 2 с 3 желтый то есть все сульфиды имеет характерную окраску в степени окисления плюс 5 желто лимонный сурьма в степени окисления 3 сульфид оранжево-красный в степени окисления плюс 5 стебиум 2 с 5 это темно-оранжевый и висмут 2 с 3 и черную окраску по кислотно основным свойствам сульфида мешка цирме и висмута повторяют свойства соответствующих оксидов так сульфид арсеникум 2 с 5 типичный кислотный реагирует с растворами основных сульфидов образует растворимый устойчивый в растворе теосоли а вот уже стебиум 2 с 3 имеет амфотерный характер растворим в сульфатах щелочных металлов и в сульфатах аммония но то есть сульфиды сурья мышьяка и сурьмы растворяются в растворах значит сульфатов аммония и полисульфатов аммония то есть это вот последняя реакция то есть практически важным свойством сульфидов мышьяка и сульфидов сурьмы в степени окисления 3 и 5 является то что они довольно легко окисляются например полисульфидом аммонием все сульфиды окисляются до высших кислот или гидроксидов под действием концентрированной азотной кислоты сульфиды мышьяка сурьмы висмута не растворяются в кислотах и окислителях ну и как уже было сказано сульфид висмута он проявляет такие же свойства как и оксид висмута проявляет основной характер поэтому его можно растворить только в кислотах можно растворить в концентрированной либо соляной либо азотной кислоте сульфиды можно получить действием сероводорода на кислые растворы соединений мышьяка сурьмы и висмута либо можно получить при разложении солей раствором соляной кислоты кислотные сульфиды растворяется не только в растворах в растворах основных сульфидах но и растворах щелочах кислотные свойства сульфидов мышьяка выражены несколько сильнее чем кислотные свойства сурьмы ну естественно висмута на этом на сегодня все всего доброго